Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мужчина возит нас на дачу летом, меня с двумя детьми. Наемный водитель летом с 21 года. С 22 года между нами появилась какая-то химия очень сильная, с моей стороны прям рядом с ним трясти начинает. У нас ничего нет, я замужем. В 22 я зачем-то отправил ему заявку в друзья. Он ее отклонил. Но вдруг начал поздравляться с своими праздниками, с Новым годом, родительством и с 8 марта. Что это может значить, подскажите, пожалуйста. Ну что ж, я бы сказал, что с вашей стороны, с вашей стороны, это может значить то, что у вас, с вашим мужем не все в порядке. Ну, в отношении. Вот. То есть, вы со своим мужем, вероятно, переживаете какой-то вот определенный, ну, скажем так, кризис, да, вы переживаете какие-то проблемы, вы переживаете определенные, может быть, трудности, вот, и так далее. То есть, это вот такая история. Вообще, это, вообще, это, это вполне, как мне кажется, нормально. То, что вы можете переживать какой-то кризис, вот. На мой взгляд, это вполне естественно для отношений, скажем так, вот. скажем так, какое-то время длятся, да? То есть, это нормально, если можно так выразиться. И очень важно смотреть на это без возможности какой-то оценки, вот. Очень важно по возможности смотреть на это ну, я бы сказал, вот, знаете как, с какой-то долей такого, может быть, цинизма, да, если можно так выразиться, вот. Принимая это и не борясь с этим. Вот. потому что это абсолютно нормально. Но кризис, кризис, ну, вот, кризис, каким бы он ни был, его нужно принимать. То есть, его нужно принимать, от него не нужно бежать. Это вот то, что вы можете делать в своем поведении. То есть, химия, как вы говорите, с человеком, да, никогда не возникает на ровном месте. Химия с человеком возникает только потому, что у вас появляется, как бы, для этого места у вас появляется эмоция, для этого места. значит, с вашим мужем у вас не совсем все в порядке. И вот на это вам и нужно в первую очередь обратить свое внимание, как я думаю. Вот. И посмотреть, посмотреть на то, как вам с вашим мужем, вот, хорошо ли вам с вашим мужем, удобно ли вам с ним, нравится ли вам с ним, все ли вас с ним устраивает и так далее. Вот. Потому, что, если нет, вот, потому, что, если не устраивает, да, то это нужно, конечно, как-то корректировать. Вот. И с этим придется вам что-то делать. Вот. Поэтому, поэтому, в первую очередь обратите, пожалуйста, внимание на это. Вот. Значит, ну, второй момент это то, что мужчина, мужчина, конечно, он, ну, как бы, старается вести себя предельно официально, вот. Мужина старается не переходить как-то границы, да, не переходить в какие-то рамки, вот. что, на мой взгляд, является вполне корректным и нормальным, вот. И, конечно же, было бы странно, если бы он принял вот вашу заявку в, ну, в друзья, да, да. Вот. Это было бы максимально странно, потому что, если бы он ее принял, то это бы поставило его вот в, в, такое, определенное, скажем так, положение, вот, из которого потом ему бы выйти было бы довольно сложно. то есть, по сути, там бы уже не было по большому счету, там не было бы пути, ну, не было бы пути назад, вот. Не было бы никакого пути назад, потому что бы шаг сделать в этом смысле, вот. и, конечно, если бы этот шаг как-то сделал, вот, то мы бы здесь уже имели дело с куда более серьезными историями, вот, потому что, как вы сами, допустим, сказали, что у вас вот в этом смысле, у вас ничего нет, а так было бы, у вас что-то было бы, и это была бы уже другая сторона. Поэтому машина тоже, как бы, ну, вот, в какой-то степени старается держаться на расстоянии и косвенно, косвенно проявлять к вам какую-то свою симпатию, но которая, к сожалению, судя по всему, да, она вот несколько обречена эта симпатия, по крайней мере. Пока, по крайней мере, потому что, ну, потому что, вот, как бы, и вы не свободны, да, получается, вот, и, ну, мужчина в этом смысле не свободен тоже, получается, вот. То есть, так или иначе, вот, тут есть проблемы, вот. Поэтому, ваша, ваша, ваша основная задача заключается в том, чтобы разобраться в себе, вот, разобраться в своих чувствах, чтобы это не было, как сейчас просто химии, как вы говорите, чтобы это было что-то, ну, более такое, знаете, более такое, такое, осознанное, да, более, более, ну, более, более понятное, может быть. подкорректировать отношения с вашим мужем, чтобы лучше понимать его, да, вот, а может быть сделать какие-то еще действия, вот, например, вы чувствуете, что с мужем у вас там, допустим, ну, общего, общего, не особо чего осталось, например, да, то есть вам чего-то не хватает, ну, чего-то не хватает, например, вот, и это тоже, в принципе, нормальная установка, вам может чего-то не хватать, понимаете, какая штука, вот, вам может чего-то не хватать, вам может, ну, чего-то не нравится, вам может чего-то хотеться, вот, вам может, это все, это все нормально, вот, это, это как бы естественно, вот, поэтому, поэтому, ваши задачи, ваши задачи заключаются в том, чтобы во всем этом разобраться, вот, в себе, и дальше уже думать, как вы будете с этим обращаться, вот, и что вы будете с этим делать, вот, как-то так, как-то так, я думаю, ну, опять же, опять же, вот, по, допустим, моим предположениям, да, по моему предположению, вот, подобные вещи, подобные моменты возникают, когда, скажем, скажем так, быт, быт, значит, супругов, да, вот, достаточно однобратен, скажем так, вот, то есть, если быт супругов однобратен, вот, то люди в этом смысле обращают внимание, ну, больше внимания обращают на то, что происходит во вне, то есть, ну, во внешнем мире, то что-то новое, вот, и очень важно вам, очень важно вам обратить на это внимание, то есть, вот, если вас, да, к примеру, ну, что-то привлекает, да, ну, привлекло в, значит, вашем, мужем, ой, в мужчине, мужчине, извините, да, вот, а если вас привлекло что-то, что-то в мужчине, вот, то нужно постараться увидеть, что именно, вот, нужно постараться увидеть, что именно вас привлекло, и тогда мы сможем с этим что-то сделать. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok